Пользователи Reddit, расскажите о своих самых странных знакомствах со своей девушкой. Я встретил свою жену, потому что я пукнул. А как вы познакомились со своей второй половинкой? Трустори, я стоял в очереди в кафе и я случайно несколько раз пукнул. Я сделал это тихо, но запах был просто ужасным. Во всяком случае, я не заметил, как прямо за мной стояла одна прекрасная девушка, которая повернулась ко мне и спросила меня, чувствую ли я этот запах. Я притворился, что нюхаю воздух, а затем показал пальцем на какого-то чувака. Который стоял в нескольких шагах от нас. После этого мы провели остаток дня вместе. Сегодня мы отпраздновали нашу третью годовщину свадьбы. Ее до сих пор не говорил ей, что этот пук на самом деле был моим. Я познакомился со своей девушкой, когда меня ударили по лицу в баре. Меня ударил тот парень, с которым она встречалась в то время. Вау, чувак, я начал встречаться со своей девушкой благодаря похожей ситуации. Она была очень привлекательной девушкой. Я иногда с ней виделся и мы всегда мило разговаривали. Но я никогда не пытался начать с ней отношения. Потому что я думал, что она находится на совершенно другом уровне. И я не достоин ее. Парень, с которым она встречалась, был алкоголиком. И я всегда знал, что ему действительно не нравится, когда я общаюсь с ней или смотрю на нее. И вот, когда мы однажды встретились в баре, я пошел в туалет. Когда я вышел оттуда, я увидел много его приятелей. Которые специально окружили весь зал. Чтобы никто не видел, что он собирается со мной сделать. Он ударил меня прямо в глаз. И мы вроде как дрались после этого в течение минуты примерно. Но в тот момент она была с ним примерно месяц. И ей было реально противно наблюдать за тем, что он делает. Она подошла ко мне и сказала своему парню, чтобы он отстал от нас. Потом мы пошли тусить с ней вместе. Мы тусовались каждый день после этого случая. И в конце концов мы начали встречаться. У нас с ней всегда были отличные отношения. Теперь мы ожидаем нашего первого ребенка в декабре. И мы все так же сильно влюблены в друг друга. Это был, наверное, лучший фингал, который у меня когда-либо был. Я бросил в нее велосипед случайно. Мы вместе уже почти 4,5 года. Изменено. Чтобы рассказать полную историю. Однажды я тусовался с группой своих друзей в парке. И с моим велосипедом было что-то не так. Это дошло до того, что я был настолько расстроен этим. Что я как бы бросил его вперед. По воле судьбы переднее колесо повернуло вправо. И врезалось в нее, когда она сидела на земле. Я думал наверняка, что она никогда не заговорит со мной снова. Но сейчас мы помолвлены. Курение. В старшей школе я со своими друзьями ходила в определенное место, которое находилось в квартале от школы. Чтобы покурить. И он сидел на тротуаре без друзей. Потому что он был новичком в школе. Мой приятель спросил у него, не хочет ли он присоединиться к нам. Он сразу согласился. И сейчас, 10 лет спустя, мы живем вместе. И у нас есть двое детей. О, и кстати, мы оба бросили курить. По просьбе друга я вступила в один клуб моей средней школы, а затем в клуб писателей. Я встретила там одного мальчика, который был членом обоих клубов, в которых я состояла. Я сразу в него влюбилась, так как я была глупой школьницей. Главным событием года в клубе была недельная поездка в горы Западной Вирджинии. И в течение этой недели я провела много времени с ним и его другом, который изначально заставил меня присоединиться к клубу. Когда мы вернулись в школу, он принес мне кучу компакт-дисков с музыкой, которая ему нравилась. И он начал часто присоединяться ко мне, когда я сидела одна на обеде. Вскоре мы начали встречаться. Уже более 4 лет спустя мы живем в одной квартире. И я все еще его люблю так же сильно, как и раньше. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Я познакомилась со своим мужем онлайн. Это был MySpace до того, как он испортился, чат. Я собиралась переехать из Калифорнии в Миннесоту. Поэтому я пошла в чат Миннесоты, чтобы пообщаться с людьми, которые жили в Миннесоте. Он был там и мы начали общаться. В конце концов мы обменялись номерами и провели пару месяцев, общаясь в интернете и по телефону почти ежедневно. В итоге он вылетел из Калифорнии и приехал ко мне в Миннесоту. Наше первое свидание было 10-дневным путешествием. Мы отлично поладили и решили сделать это официальным моим вторым днем в Миннесоте. Мы уже вместе 3,5 года, женаты 2,5 года и у нас есть дочь. Изменено. Потому что пара человек спросили. Это было около 33-х часов езды от Калифорнии в Миннесоту. Да, это можно сделать за пару дней. Наша поездка длилась 10 дней только потому, что я ненавижу находиться в машине в течение длительного времени. Именно поэтому мы ездили всего 4-5 часов в день. Мы много осматривали разные интересные места и провели пару дней в Вегасе и пару дней в Колорадо Спрингс. Вот почему это заняло 10 дней. Поскольку у нас не было точного срока, за который мы должны добраться в Миннесоту, мы хотели повеселиться. Это было просто офигенно и, честно говоря, мы не хотели, чтобы это заканчивалось. Я встретил свою будущую девушку, когда мне было 5 лет. Наши мамы были учителями в одной школе и после занятий мы всегда бегали вместе. Рисовали на школьных досках и делали еще много других глупостей, которые обычно делают дети первого класса. Мне она нравилась как друг. У меня еще не было мыслей о том, что мы с ней будем когда-либо встречаться. Черт, мне тогда было 5 лет. Что ж, перемотка времени на несколько лет вперед. Во время наших летних каникул в школе наши семьи решили объединиться для того, чтобы совершить совместные поездки. Мы путешествовали по большей части Западной Канады и иногда посещали Северные Штаты. Наши семьи всегда были почти неразлучны, за исключением странных времен, когда мы ссорились. Но в целом мы всегда были вместе. И она мне все еще нравилась. Да, в то время она уже начала нравиться как девушка. Нам тогда было по 11-12 лет. Но я боялся признаться ей, ведь она была хорошей подругой моей сестры. В конце концов, со временем мы потеряли связь друг с другом и перестали общаться. Однако, она почему-то всегда застревала у меня в голове на день или два. Но я пытался не думать о ней. Затем я однажды нашел ее в фейсбуке. Я написал ей, привет, чем занимаешься? Она ответила, это длинная история. Я сказал ей, ну мы должны обсудить эту длинную историю за кофе. Что ты скажешь? И так, спустя несколько встреч, я начал встречаться с ней. Мы были вместе в течение двух лет. Она оказалась бешеной алкоголичкой. И после полутора лет попыток заставить ее бросить, все закончилось тем, что я выгнал ее из нашего дома. И она вышла замуж за своего бывшего. Мораль? Не все любовные истории заканчиваются так эпично, как они начинались. История не моя, а моих родителей. Я раньше уже постил эту историю в похожей теме. Но ее никто так и не увидел. Но я думаю, что она определенно стоит того, чтобы ее прочитать. Мои родители оба нейробиологи. В начале 80-х мой папа проводил исследования в Вашингтонском университете. А моя мама была специалистом по электронному микроскопу в Бостонском университете. Может он называется по-другому, но он находится где-то в Бостоне. На Кейпкоде есть чудесный, поистине волшебный маленький городок под названием Вудсхоул, в котором находится морская биологическая лаборатория. Это весьма уважаемое учреждение по изучению биологии, которое каждое лето проводит курсы для самых ярких умов со всего мира. В городе проживает ужасно малое количество местного населения, которое увеличивается примерно в 10 раз, когда все ученые со всего мира приезжают в этот город на лето. Когда моя мама и мой папа приехали туда, они тогда еще не были знакомы, мой отец вышел на улицу и каким-то случайным образом выкинул свой блокнот в мусорный бак. И поэтому он рылся в мусорном баке позади здания, в котором были курсы, на которые приехали все ученые. Он искал свой блокнот, когда вдруг моя мама со своим другом проходила мимо него. У них завязался долгий разговор, и мой отец убедил мою маму встретиться с ним в Кэптэн Кит, единственный бар в городе, той ночью. Но, учитывая, что эти курсы были чрезвычайно сложными и долгими, можно было легко пропустить встречу из-за того, что вам, например, понадобится срочно сделать какое-то исследование. Поэтому мой отец пошел в этот бар заранее и сказал бармену, что в бар должна прийти одна симпатичная рыжеволосая дама, и чтобы он сделал ей коктейль и сказал, что ее парень, мой папа, не сможет прийти сегодня. Вы не поверите, то же самое случилось и с моей мамой. Так что она тоже не пришла в бар в ту ночь. Но в бар все равно пришла женщина с рыжими волосами, которая получила бесплатные напитки без всякой видимой причины на всю ночь от какого-то таинственного парня. Теперь они женаты в течение 26 лет. Сейчас мой папа руководит собственной лабораторией в Стэнфорде, и моя мама была его лучшим ассистентом во всем этом. Они возвращались в Удсхоул почти каждое лето их совместной жизни, только уже в качестве преподавателей. Я был в психиатрической больнице из-за тяжелой депрессии, агрофобии и еще кучи других болезней. У нас была комната отдыха между мужскими и женскими отделами, где противоположные полы могли разговаривать, играть в игры и еще как-то развлекаться. Я вошел туда впервые и случайно сел за одним столом со своей будущей женой, которая сказала, что ей кажется, что я единственный здравомыслящий человек здесь. Оказывается, она была в этой больнице по тем же причинам, что и я. Мы болтали все время, потому что скука там была невообразимой. Мы много играли в шашки. Сегодня мы женаты уже почти год, и моя дочь может быть здесь уже сегодня вечером, потому что я сейчас нахожусь в больнице со своей женой, так как у нее сейчас ранние роды. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 7000 лайков. Всего-то 7000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока! А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!